В прошлом выпуске мы рассказали о статусе разработки игры. В этом расскажем об игровых условностях в «Калибре». В первую очередь, компьютерные игры — это развлечение. Поэтому разработчикам важно найти баланс между сложностью игровых механик и навыками игроков. Упрощение законов реального мира называют игровыми условностями. У каждого жанра свой набор игровых механик и таких условностей. Например, стрельба в разных играх сделана по-разному. Симуляторы снайпера учитывают расстояние, ветер, атмосферное давление, влажность, температуру воздуха и другие параметры. Игры про выживание симулируют работу с оружием — износ, заклинивание, осечки и так далее. В «Калибре» стрельба более простая. Различное оружие ведёт себя по-разному, но без учёта баллистики пули. Потому что «Калибр» — игра другого жанра. Это сессионный тактический экшен про спецназ разных стран мира. Чтобы понять, что такое спецназ в реальной жизни и какие действия можно заменить на игровые условности, разработчики общались с оперативниками из спецподразделений. И больше всего нас поразило и нас удивило, когда мы спрашивали самих бойцов, что такое спецназ. Они отвечали нам одну и ту же вещь. Они говорили, что спецназ — это, прежде всего, команда. Вот это и было, наверное, основным вдохновением «Калибра». То есть первое, что мы сказали, что мы делаем, прежде всего, командную игру. Потому что игры про оружие, как я говорил, существуют без нас. Огромное количество будет платные и бесплатные, дорогие, дешёвые и всевозможные. Но в большинстве этих игр от вас, как от одного игрока, слишком многое зависит. Вы проходите уровни, зачищаете их, уничтожаете реалистичных выглядящих врагов или каких-то фантастических тварей. Неважно, но вы — супергерой. И мы стали строить весь игровой дизайн «Калибра» вот ровно от этого понятия. Что такое команда? Почему она существует в спецназе? Игровой процесс в «Калибре» строится вокруг тактики и командного взаимодействия. Игрокам нужно прикрывать друг друга, совершать тактические манёвры, отвлекать противника, применять спецспособности и спецсредства. Здесь игроки соревнуются не в точности и реакции, а в интеллекте. Побеждает тот, кто сумел договориться с командой, и кто лучше решил тактическую задачу. Поэтому разработчики добавили в «Калибр» элементы интерфейса, которые помогают быстро замечать противника. — обводку, иконки над врагами, громкое появление бойцов искусственного интеллекта. «Калибр» — игра про командное взаимодействие, правильное применение своей роли и остальные игровые знания. То есть информация о том, где противник в данный момент находится, не является частью игрового процесса. Поэтому мы не хотим отвлекать ваше внимание. Мы хотим, чтобы вы решали тактическую задачку. Мы говорим «Внимание!» Противник со снайперской винтовкой находится здесь, на втором этаже. Автоматчик занял позицию здесь. Второй автоматчик занял позицию на втором этаже вот здесь. А вот здесь есть противник, вооружённый гранатомёт. И мы просим вас решить тактическую задачку — как действовать в этой ситуации. Какой из противников наиболее опасен, на каком первом нужно сосредоточить огонь, куда передвигаться так, чтобы между вами и противниками всегда было укрытие и другие вещи. По этой же причине здоровье оперативника — тоже игровая условность. В настоящем бою одна пуля может привести к тяжёлому ранению или к смерти. Есть игры, которые воспроизводят такую ситуацию. Это становится их игровой механикой. Но играть в такие игры сложно, и удовольствие от них получают не все. Разработчики «Калибра» дают игрокам право на ошибку. У оперативников есть определённый запас здоровья, и они выдерживают попадание нескольких пуль. Первые пули не поражают нас. Зачем это делается? Для того, чтобы вы успели отреагировать. Для того, чтобы вас не переиграл какой-то игрок, который выбрал свою стратегию пять минут смотреть в щель между бочками, пока вы там появитесь. Потому что если бы это было так, вы бы не сделали никакого вывода. Здесь же мы даём вам шанс вывод сделать, о том, что по вам ведётся огонь, он ведётся вот с этой стороны, и смените позицию. Если вы этого не делаете, игра вас наказывает, вы погибаете. Так можно разобрать все игровые механики в «Калибре». За каждым решением разработчиков стоит цель — сделать игру про спецназ и командное взаимодействие. Каждая игра — это всегда свой набор условностей, свой набор игровых правил, заложенных разработчиком. Вот «Калибр» — это всё, что про командное взаимодействие, это всё, что про эмоции от победы и поражения, это всё, что связано с принятием правильных или неправильных тактических решений. Вот про это «Калибр». А «Калибр» — он не про устройство вооружения или механику стрельбы, он не про баллистику, он не про симуляцию марш-бросков, голод и смертельную для бойцов спецназа «Диарея». Разработка игры продолжается. Скоро начнётся новый этап тестирования. Отобранные игроки протестируют новую карту, обновлённую систему прогресса и возможность играть в группе. А пока мы ждём ваших комментариев на форуме и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова